МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, ничего так не будоражит воображение обывателя, как публикация сведений о расходах на содержание чиновников, на доходы и достаток власть имущих. Ну и, собственно, Башкирия здесь тоже не исключение. На этой неделе стало известно, что Радий Фаридович Хабиров занял почетное второе место среди губернаторов Российской Федерации по расходам на самого себя любимого. В этом рейтинге не учитывались расходы на губернаторов Москвы и Санкт-Петербурга, но, собственно, остальные 82 губернатора там были. Так вот, Радий Фаридович оказался вторым по дороговизне в части содержания его самого. 456 миллионов рублей тратится официально только на содержание нашего губернатора. И это без учета 100 миллионов рублей, которые тратятся на содержание его резиденции в Уфе и за городом. Это больше, чем полмиллиарда рублей. И страшно предположить, сколько, например, квартир для сирот можно было приобрести на эти деньги, но я посчитал. Примерно 220 квартир каждый год могли бы мы покупать сиротам, которые, собственно, должны получать жилье от государства, вот на деньги, которые мы тратим на содержание Хабирова. А еще мы могли построить один среднего размера детский сад на эти же деньги. Ну и, собственно, за все три года последние, которые Хабиров у нас у власти, на деньги, которые истрачены на его содержание, можно было бы еще раз выплатить компенсацию тем дольщикам, которым выплатили компенсацию за все время правления Хабирова. Я имею в виду обманутых дольщиков. То есть, примерно полтора миллиарда рублей мы истратили за три года на содержание Хабирова. И примерно полтора миллиарда рублей было истрачено на выплату вот этим дольщикам. Но, собственно, о грандиозности расходов на содержание радио Хабирова можно говорить долго. Однако важнее понять, кто определяет вот эту планку содержания. Потому что по Российской Федерации количество денег, истраченных на содержание губернаторов, разнится в сотни раз. На самом деле есть губернаторы существенно менее объемными запросами на собственное благосостояние и так далее. Но Хабиров оказался не самым скромным из тех, кто на себя дорогого отчисляет деньги. И вот у меня вопрос. Кто определяет эту сумму? Какова законность выделения вот этих сумм на содержание губернатора? Это очень важный вопрос. И, наверное, это вопрос уже каким-то там или судебным органам, или правоохранительным. Но давайте все-таки зададим этот вопрос. Можно ведь до бесконечности увеличивать эту сумму. На следующий год Хабиров захочет истратить на себя миллиард. И что, мы так же будем это терпеть? А еще на этой неделе был опубликован рейтинг эффективности взаимодействия региональных властей, субъектов Российской Федерации, с населением. В этом рейтинге Республика Башкортостан не лидировала. И в этом рейтинге Республика Башкортостан заняла одно из самых последних мест. Но как же так? Ведь совсем недавно буквально мы получили шквал публикаций и всяких видеосюжетов о том, как прекрасно справляется со своими задачами Елена Прочаковская, и как все замечательно устроено в ЦУРе, как 100 человек работает на нее там, в этом ЦУРе, и они принимают звонки и всякие обращения в интернете, и инцидент менеджмент работает, и все прочее, прочее, бла-бла-бла. И в рынду она бьет чуть ли не каждые пять минут. Ну, тут, наверное, надо откатиться немножко к истокам, и вспомнить, как все было. Еще осенью 2018 года, когда было объявлено о том, что Хабиров приходит в Республику, от Рината Баширова я услышал о том, что в Республику вместе с Хабировым прибывает некий интернет-специалист, который, ну, тут будет вообще творить чудеса, и который обеспечит самое эффективное взаимодействие с населением для дорогого Радио Фаритовича, ну, в общем, ждал я какого-то чуда. Потом на экранах телевизоров и в сети стала мелькать какая-то вот эта вот нелепая тетенька с микрофоном, которая бегала с зигзагами вокруг Хабирова, которая бесконечно подсказывала ему ответы, а потом, получив эти ответы, бесконечно радовалась этим ответом и комментировала сама себя. Но я все продолжал ждать появления вот этого чуда-интернет-специалиста, а потом выяснилось, что вот эта самая Елена Анатольевна Прочаковская, вот эта тетенька с микрофоном, и есть тот самый чудо-специалист, которого привез с собой из Красногорска Хабиров. С тех пор мы очень многое узнали о взаимодействии республиканских властей с населением. Мы узнали о том, что, например, госпоже Прочаковской проще забанить, заблокировать в социальных сетях Хабирова десятки тысяч жителей республики Башкортостан, которые имели наглость что-то там такое высказать критическое, чем работать, например, с этими обращениями. Кончилось все тем, что она вот недавно на совещании заявила о том, что, например, в сельском хозяйстве у нас вообще нет никаких проблем, с питанием школьников у нас нет вообще никаких проблем, ну, судя по тем обращениям, которые у нее есть, по тем обращениям, которые остались незабаненными ее вот этой сотней гвардейцев, которые сидят в ЦУРе. Итог, конечно, закономерный. То есть, если всех забанить, то никаких проблем не будет. Ну, попутно мы, конечно, интересовались, кто такая вообще Елена Прочаковская и почему она такое горе принесла Хабирову в виде вот такого вот ужасного рейтинга. Ну, из Красногорска нам сообщили, что вообще-то она бывшая ЕПшница, торговала там тканями в этом захолустье, но, видимо, это не так доходно, как обслуживать имидж губернатора крупного региона. При этом Елена Анатольевна старательно распространяет слухи о том, что она вообще-то там какая-то сотрудница Останкина, что она там где-то работала на центральном телевидении, но мы не нашли следов Елены Прочаковской в списочных составах передач, редакции и прочих структур Останкина. Ну, может быть, плохо искали, а может быть, мы просто не проверили списки сотрудников клининговых служб, которые обслуживают крупнейшее телевидение России. Ну, в общем, наверное, это не так уж и важно. Важно то, что итог и тот результат, к которому пришел Хабиров и его команда в части общения с населением, в части работы с обращением граждан, он абсолютно закономерен. Этот итог мог быть только таким, потому что если ты притаскиваешь с собой из этого богом забытого Красногорска верных, а не умных, то ожидаю вот такого рейтинга, ожидаю вот такого результата. Я не знаю, примет ли решение Хабиров о кадровых перестановках в этом блоке. Вот он буквально завтра возвращается и к его приезду моет и чистит город. Что-то мне подсказывает, что все-таки Хабиров останется на своих позициях о том, что там своих не сдаем и прочее, но тут, как говорится, вы ради Фаридовича можете бесконечно стрелять себе в ногу, вы долгое время защищали там Мурзагулова, теперь можете продолжать защищать, например, эту Прочаковскую. Но все-таки что-то мне подсказывает, что лучше ей было бы торговать тканями, чем заниматься имиджем дорогого ради Фаридовича Хабирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова